Без выходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю. В эфире Минск чрезвычайный. У микрофона Александр Попко. Статистика в лицах и цифрах. Минск чрезвычайный. Оперативная информация за неделю. В столице на пожары ИЧС с начала года спасатели совершили более 2800 выездов. За это время на пожарах погибли 6 человек. 20 пострадали. 189 человек, из них семеро детей, удалось спасти и эвакуировать из опасных зон. А сейчас остановимся на конкретных происшествиях минувшей недели. Минск чрезвычайный. Неделя началась с довольно-таки нестандартного пожара. На открытой площадке по улице Герасименко горели складируемые деревянные контейнеры. И так как горение охватило площадь около 200 квадратных метров, пожарные более 30 минут сражались с огнем, разбирая контейнер за контейнером и пробираясь к месту горения. Был даже задействован специальный автомобиль с коленчатым подъемником, при помощи которого тушение пламени осуществлялось сверху. Огнеборцы, впрочем, как и всегда, смогли предотвратить распространение огня по всей площадке, тем самым сохранить в целостности большое количество контейнеров. Однако часть их, на площади около 400 квадратных метров, в результате инцидента была повреждена. Причина пожара устанавливается. Наиболее рассматриваемые версии причины возникновения пожара – поджог и неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом. На следующий день на телефон столичных спасателей 101 стали поступать сообщения о горящем гараже во дворе дома номер 86 по улице Харьковской. На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты и принялись к тушению полностью охваченного огнем гаража. Позже выяснилось, что произошло загорание деревянных конструкций и мусора, находящегося в гараже. Интересен тот факт, что доступ вовнутрь не был ограничен, и любой желающий мог беспрепятственно в него проникнуть. А учитываясь, что строение не было электрифицировано, можно определить и несколько возможных причин возгорания – неосторожное обращение с огнем, поджог или даже детская шалость. Но какая бы причина ни была, хозяйке-пенсионерке придется восстанавливать гараж, как говорится, с нуля. Хотя с учетом того, что гараж не эксплуатировался, возможно, восстановление и не планируется. Минск чрезвычайный. В среду горе-механик продолжил эстафету гаражных пожаров. В гараже своего знакомого, гаражного кооператива по улице Радиальной, мужчина проводил работы по снятию бензобака с автомобиля. Но не задумался о своей безопасности и не принял во внимание, что пары, легко воспламеняющихся жидкостей, могут вспыхнуть от малейшей искры. Что и произошло в то утро. Только в результате вспышки паров бензина также загорелось имущество, находящееся в гараже. А следом пламя прикинулось на автомобиль Ford Focus 2009 года выпуска. Мужчина всеми силами пытался самостоятельно сбить пламя, но затушить огонь ему не удалось. Справиться с огнем ему помогли вовремя подоспевшие спасатели, которые быстро ликвидировали горение. В результате происшествия была уничтожена огнем значительная часть имущества, автомобиль полностью выгорел, а мужчина в тяжелом состоянии с термическими ожогами пламенем рук, ног и головы был госпитализирован в учреждение здравоохранения. Минское городское управление МЧС напоминает, чтобы лето провести с удовольствием, необходимо соблюдать определенные правила безопасности. Не купайтесь и не ныряйте в незнакомых местах, откажитесь от водных процедур в нетрезвом виде. Около 80% утонувших находились в состоянии алкогольного опьянения. Если вы много времени провели на солнце, не спешите окунаться, отойдите в тень, остыньте и лишь потом идите плавать. Взрослые чаще всего гибнут на воде по собственной беспечности, а гибель детей всегда на совести родителей. Детям любого возраста нельзя разрешать купаться без присмотра взрослых. На отдыхе наблюдайте за ними, когда они играют на берегу, не выпускайте их из вида. Не позволяйте детям нырять с ограждений или берега и старайтесь пресекать шалости на воде. Предупредите, что плавать можно только в специально оборудованных местах, недалеко от берега. Объясните ребенку, что не стоит хвастаться перед друзьями умением плавать и устраивать соревнования. Малышей одних на воду отпускать категорически нельзя. Чтобы не подвергать жизнь и здоровье детей опасностям, родителям надо быть особенно бдительными. А опасностей вокруг нас немало. Они могут предостерегать и в лесу, и на улице, и даже в собственном доме или квартире. Поэтому в летние месяцы в пришкольных и летних оздоровительных лагерях МЧС проводит акцию «Каникулы без дыма и огня», направленную на профилактику чрезвычайных ситуаций, гибели и травматизма детей, в рамках которой работники МЧС напоминают детям о правилах безопасности. Вот такой была оперативная обстановка в столице на прошлой неделе. А я с вами прощаюсь. Берегите себя и своих детей. До встречи в следующий вторник. В эфире был Александр Попко. Пока! Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный.